Главное, что находится оно по соседству с теми, кому этот дольмен уже точно не поможет. А так, смотрите, красота какая! Расторище! Так, еще раз, в предыдущем выпуске я уже рассказала, что мои мечты погулять по пустынной набережной разбились об толпы туристов, уличных актеров и музыкантов. Потому я налила себе чаю, погуглила, что еще в этом городе есть занимательного и вот что нашла. В общем, так как уединение в Приморской зоне у меня обломилось, я решила забраться высоко в горы. Надеюсь, там людей будет поменьше. Поехали со мной. Приехала моя машина. Ну, в общем, как это назвали сами организаторы поездки, джиппинг. Или по-русски экскурсия на джипе в горы. Садят тебя, значит, в УАЗик. Настолько плотно друг к другу, насколько это возможно. И везут, еще везут, и по-прежнему везут. Перед глазами раскрываются скалистые пейзажи с усыпанными осенними красками-перекатами. И еще примерный план маршрута. Первым нам предстояло увидеть доисторический памятник. Я так поняла, это особая гордость местных экскурсоводов. Пещерка, сложенная из здоровенных камней, именуется Дальмен здоровья. Две-три тысячи лет до нашей эры. Это все, что мне удалось узнать об этой конструкции. Остановились возле первого Дальмена здоровья. Говорят, что если приложить к нему руку, то теперь все. Я на здоровье заряжена просто на все три тысячи. Посмотрим, мне сейчас как раз таких, кстати, очень не хватает. Сооружение из камней, ничего особенного. Главное, что находится оно по соседству с теми, кому этот Дальмен уже точно не поможет. А вот и денежные подношения ко мне. Порванные какие-то. Но истинные Дальмены в деньги не верят. Им животятину всякую подавать. Посмотрели, подержались. Я даже проползла внизу под ним, для того, чтобы снять для вас хорошие кадры. Кашу под оператора. Все, посмотрели, подержались. Надо загадать желание. Я же забыла. Про здоровье. В общем, загадываю желание. Все, погнали дальше. Дальше по графику чаша любви. Малюсенький водопад, впадающий в небольшое озерцо. Романтичное название этому водоему придала якобы сердцеобразная форма. Я, правда, так и не нашла ракурс, а с которого можно найти этому подтверждение. Тем не менее, есть легенда, что если достать камень с самого дна чаши, то обязательно найдешь самую чистую, сильную и вечную любовь. Вот один из минусов приехать в такое место в не сезон. Вот эта вот чаша, которая, я так понимаю, в сезон наполняется полностью. Сейчас глубиной всего лишь 2,5 метра. Но зато проще гораздо выполнить предсказания вот это вот и достать камень со дна, для того, чтобы иметь чистую, светлую любовь на всю жизнь постоянно. Для тех, кто ищет исполнение вот таких вот, поверьте, самое оно. Вот пользуйтесь вам лайфхар. Субтитры создавал DimaTorzok После тех двух локаций мы таки получили то, ради чего все затевалось. Ну посмотрите сами, какие виды тут открываются. Первая горная локация какая-то там смотровая. В чем ее уникальность, я не очень запомнила, потому как для нас она была знаменательным выходом из кустов вот этого здоровейнейшего кабана. Ну и, конечно, не стали сильно рисковать безопасностью, сняв пару кадров, разумеется, куда же без них. Быстро запрыгнули в УАЗ и погнали дальше. Тут мы с вами подбираемся к тому самому месту, которым очень горды местные жители. По словам нашего гида, это самое что ни на есть настоящая копия крепости, которая расположена в Чечне и знаменита событиями, которые частично описываются в фильме «Грозовые ворота». Вот здесь действительно место, где максимально тихо. Кроме шума ветра, больше ничего нет. И виды, виды какие. Вот вам еще одна прелесть пребывания в таких местах вне сезон. Во-первых, тут закрыты все лавки, которые предположительно здесь были летом. Во-вторых, здесь можно максимально полазить, как раз таки потому, что никого нет. Вот здесь, что здесь может прятаться? Давайте посмотрим. Вот тут вам, пожалуйста, всякие провизии, вешалочки, окошки. Тут, по всей видимости, какая-то столовая была или, наверное, люди жили, когда летом приезжали сюда для того, чтобы торговать в лавках, потому что вот даже кружки есть. Все, в принципе, благоустроено. Кошки живут. Просто сейчас это, естественно, заброшено. Все, потому что... Потому что не сезон. И нечего тут ловить. Даже куртка есть. Вообще забава. На самом деле, очень интересно вот так вот полазить во всяких таких местах, в которых в обычный сезон вообще кто-то живет, а тут ты просто вообще такой нежданный, негаданный гость. Пришел и лазишь. Классно. Ну или хотя тут говорят же ведь, что это было место съемок. То есть, получается, тут могли снимать еще даже. В свое время какие-то вещи пооставляли. В общем, в любом случае, вот это вот копия, кстати, построенная грозовых ворот, которые находятся в Чечне. А здесь это именно место, где снимали фильм. Во всех таких местах все здорово. Все, конечно, так атмосферно и прекрасно. Ну, кроме вот каких-то моментов, когда ты заходишь и понимаешь, что здесь, блин, есть цивилизация. Здесь вот, например, стул стоит. Вот что он тут делает? И откуда он тут взялся? Ну, так вот, между прочим. Поставим стул. Напомним, что офисная работа у тебя не за горами, чувак. Отпуск закончится, и тебе нужно будет снова ехать в твой любимый офис, сидеть на твоем любимом стуле. Ну, вообще. Эта крепость специально была воссоздана здесь для съемок фильма. Я, если честно, его пока еще не видела, но если верить тем, кто смотрел, то в фильме крепость выглядит более эпично. Ну, было бы немного странно, если бы было по-другому. Вы вот видели этот фильм? Если да, то поделитесь в комментариях своими впечатлениями. Субтитры сделал DimaTorzok Есть во всем этом, конечно, много прекрасного, кроме одного нот. Если есть возможность, лучше собраться со своей компанией или найти индивидуального гида и не торопясь проехаться, посмотреть, посидеть, где хочется посидеть. В общем, чтобы не было так, что сломя голову, быстро по локациям пробежались, потому что на самом деле здесь очень красиво, здесь очень чистый, насыщенный воздух, и здесь действительно можно залипнуть надолго. Единственное, что если вы с группой, то, конечно, вы не будете супердолго эту группу задерживать. А это, конечно, минус. А так, смотрите, красота какая! Уф! Расторище! Я, конечно, ворчу на плотный график экскурсии, но пропустить то, что мы увидели дальше, было бы настоящим кощунством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если быть откровенной, то последней локации я совсем не поняла Наверное, потому что на этом месте должен был быть водопад Но, как видите, его нет Потому что что? Правильно, потому что не сезон Вот так скажу Буквально накануне была дегустация, которую нельзя было снимать В общем, я не снимала ее Но суть в том, что все, что мы пили на этой дегустации Было на порядок хуже, чем вот эта вот живая вода Надеюсь, что она была настоящая Потому что до этого все было, ну, такое, короче, не очень Поэтому природушка опять, дорогуша, позаботилась о всех нас, туристах Вот таких вот непутевых И напоила нас таки живой, настоящей вкусной водой Обязательно попробуйте тоже Потом стемнело Мы отведали здоровенный, сочный кусок шашлыка Надеюсь, не с того самого кабана, что был в начале нашего путешествия В нагрузку к мясу шел безлимитный хлеб и соус Все от местных поваров За вполне демократичные 300 рублей, которые я честно перевела онлайн Как только мы вернулись домой Потому как в лесу сеть не ловила А жизнь меня ничему не учит И налички, как всегда, у меня не было Итого, дорожные путешествия заняли весь день Оставили какие-то определенные положительные впечатления Классные фотки И вот этот вот выпуск Который, я надеюсь, заслужил вашего лайка Если вы еще не подписывались на мой канал Обязательно сделайте это прямо сейчас Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои другие видео Ну и скоро снова встретимся уже в Москве С вами была Яна Алексеева по наехавшей влог Пока-пока!